Здравствуйте, меня зовут Карина и мне 8 лет. Подскажите, какой коллектив выбрать? Я и танцами, и спортом хочу заниматься. Можно ли все это совместить? Слышала про город мастеров. Расскажите, чему там учат? Сейчас я тебе все расскажу и покажу. Вот в этом зале занимаются спортсмены основного состава спортивного клуба «Город мастеров». Этим ребятам от 6 до 11 лет, и все они являются призерами всероссийских соревнований. Чтобы добиться хороших результатов, эти дети трудятся не жалея себя. Преодолевая физическую нагрузку и напряженный график тренировок, они все равно уйдут на занятия в «Город мастеров», которому, кстати, уже 21 год. Дисциплина и ежедневная работа над собой – главные слагаемые успеха. Расскажи, сколько раз ты так можешь сделать? Мне кажется, очень трудно. 15. 15? Это твой рекорд? Нет. Нет? Можешь больше? Да. Как давно здесь занимаешься? Ты не отвлекайся, не отвлекайся. Уже 6 год пошел. Расскажи, у меня тоже есть дочь, и она не хочет заниматься спортом, думает, что это очень сложно. Надо или не надо, как ты думаешь? Надо. Надо. С какой целью? Ну, чтобы быть сильным и уметь отбиваться от врагов. Вон оно как, понятно. Чтобы уметь отбиваться от врагов. Под руководством профессиональных тренеров эти мальчишки и девчонки не только с легкостью садятся на шпагат и встают на мостик. За время существования города мастеров звание мастера спорта получили 21 человек, а двое из них выполнили мастера спорта России международного класса. Многие выпускники клуба остаются здесь уже в качестве тренеров, чтобы воспитывать все новых и новых звезд спортивной аэробики. Уже разгар учебного года. Да и я не малышка. Возьму для меня в город мастеров. Ответ на этот вопрос я сейчас тоже узнаю у главного тренера спортивного клуба «Город мастеров» Натальи Грининой. Вот и она. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как можно попасть в ваш коллектив, проходить какой-то кастинг, какие-то специальные должны быть навыки уже у ребенка? Да, в начале учебного года мы проводим кастинг обязательно, мы просматриваем детей, а потом уже на протяжении года у нас уже есть и в группах у тренеров освобождаются места, то тогда уже можно попасть к нам туда, тренер посмотрит. В каком возрасте еще не поздно заниматься аэробикой, если вдруг ребенок понял 8, к примеру, лет, что хочу? Легко и просто, конечно, можно прийти, даже если ничем. Нужно просто посмотреть на способности ребенка. Город мастеров тема уникален. Объединяя в себе спортивные и танцевальные элементы, дает возможность большему количеству ребят заниматься в этом коллективе. Если вы не ставите перед собой великих спортивных целей, а хотите поддержать свою физическую форму, в городе мастеров есть группа и для вас. На сегодняшний день оздоровительные занятия посещает более 200 человек. В основном же составе 60 спортсменов. Когда ребята все успевают, нужно ведь и телевизор посмотреть, и с подружками поиграть. Хорошо, я тебя поняла. Вот сейчас у ребят и спрошу, как часто вы занимаетесь? Много ли у вас в среде недели тренировок? Шесть дней в неделю. Шесть дней? А когда же выходной? В среду. А вот мне интересно, в школе вы как успеваете? Наверняка прогуливаете? И вообще двоечники последние? Ну, слава богу, не двоечники, но прогуливаем много. А педагоги что говорят? Злятся на вас? Ну, ничего. Они понимают, что это спорт и помогают нам. Сейчас одна из главных задач города мастеров – попасть в сборную Алтайского края по спортивной аэробике. В ближайшие пару месяцев ребята будут активно готовиться к отборочным выступлениям, которые стартуют уже в феврале наступающего года. У этих спортсменов есть все шансы. Пожелаем им удачи. Ну что, я надеюсь, ответила на все твои вопросы. А, вот еще. Основной состав города мастеров занимается в спортивной школе номер 6, что на улице Советской Армии 73. Город мастеров. Открыт для всех.